Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем чтение книги «Исход». И сегодня мы будем читать 33 главу, в которой есть несколько тем. Первая тема – Господь повелевает израильтянам отправиться в путь без него. Об этом говорится в 33 главе с 1 стиха по 6. Следующая тема – Моисей ставит скинию завета вне стана израильского. Это с 7 стиха по 11. И с 12 стиха до конца Господь обещает явить себя Моисею и все-таки пойти вместе с израильтянами. И мы читаем с 1 стиха и ниже. «И сказал Господь Моисею, пойди, иди отсюда ты и народ, который ты вывел из земли египетской в землю, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Якову, говоря, потомству твоему дам ее». Но разве Моисей вывел народ из Египта? Конечно, нет. Это сделал Господь. Почему же Господь так говорит Моисею? Господь как бы укоряет Моисея, потому что последний раз Моисей попросил Господа даже изгладить его имя из книги жизни. И далее Господь говорит «И пошлю пред тобою ангела моего и прогоню Хананеев, Амореев, Хатеев, Фаризеев, Гергесеев, Ивеев и Фусеев». То есть Господь как бы отказывается сам быть вождем народа, они как бы недостойны прямого управления Господом, и для них посылается ангел. «И ведет он вас в землю, где течет молоко и мед, ибо сам не пойду среди вас, говорит Господь, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестовый». Почему Господь так говорит? Потому что Господь и беззаконие – понятие несовместимое. Если Господь идет среди народа, то народ обязан вести себя соответствующим образом. «Народ, услышав грозное слово, сие возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих». То есть они испытали дух сокрушения. «Ибо Господь сказал Моисею, скажи сынам Израилевым, вы народ жестоковыйный, если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Итак, снимите себя украшения своим, я посмотрю, что мне делать с вами». «Сыны Израилевы сняли с себя украшения свои у горы Харива». Господь действует таким образом – это как бы педагогическая мера воздействия на этих людей таким резким образом. И эта мера имеет целью их исправления. Ибо кого Бог любит, того и наказывает. «Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скиний собрания. И каждый ищущий Господа приходил в скинию собрания, находившиеся вне стана». Моисей понял эти слова Бога буквально, и он как бы отсоединил территорию Бога от стана еврейского народа, который оказался под гневом Божьим. А храм, даже походный храм – это территория Бога, как мы об этом уже говорили. «И когда Моисей выходил к скиний, весь народ вставал и становился каждый у входа в свой шатер и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в скинию». «Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный, то есть Господь как бы возвращался, и становился у входа в скинию. И Господь говорил с Моисеем. И видел весь народ, столб облачный, стоявший у входа в скинию, и встал весь народ, и поклонялся каждый у входа в шатер свой. «И говорил Господь с Моисеем, лицом к лицу, как бы говорил кто, с другом своим, и он возвращался в стан. А служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скини». То есть Моисей приходил в стан еврейского народа, ведь он должен был разрешать сложные судебные дела. Мелкие дела ему помогали разрешать старейшины, коих было 70, а вот крупные дела, сложные дела, он сам приходил, чтобы вершить суд. Моисей понимал, что такая ситуация, она не должна длиться долго. Как может народ странствовать по пустыне без Бога? А мы не можем существовать без Бога. В Писании сказано о Боге, что мы им живем, движемся и существуем. «Моисей сказал Господу, вот ты говоришь мне, веди народ сей, и не открыл мне, кого пошлешь со мною, хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих». Господь каждого из нас знает по имени, но, к сожалению, не каждый из нас приобрел благоволение в очах Божьих. Далее Моисей говорит, «Итак, если я приобрел благоволение в очах Твоих, то молю, открой мне путь Твой, дабы я познал Тебя, чтобы приобрести благоволение в очах Твоих, и помысли, что сии люди Твой народ». Моисей не отделяет свою религиозность от состояния народа, и счастье своей жизни, даже в общении с Богом, он не мыслит без единства собственного народа с Творцом. Господь сказал ему, «Сам я пойду пред Тобою и введу Тебя в покой». Но мы знаем, друзья, что Моисей не вошел в землю обетованную. О каком же покое, говорит Господь, о покое вечной жизни? Моисей сказал ему, «Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда, ибо почему узнать, что я и народ Твой обрели благоволение в очах Твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами, тогда я и народ Твой будем славнее всякого народа на земле?» Итак, Господь говорит, «Я введу Тебя в покой». Но разве Моисей после смерти вошел в покой? Нет. Он сошел в ад, куда сходили все, в том числе и ветхозаветные праведные. И когда Господь говорит, «Я введу Тебя в покой», Он говорит и о Своем Боговоплощении. Когда, воплотившись на земле, после своей смерти, своей душею человеческую, Он сошел в ад и облистал ад сиянием божества и вывел ветхозаветных праведных, в том числе и Моисея, доставив им подлинный покой в раю сладости. «И сказал Господь Моисею, «И то, о чем Ты говорил, Я сделаю». Моисей очень хочет, чтобы Господь не покидал народ. «Потому что Ты приобрел благоволение в очах моих, и Я знаю Тебя по имени». Моисей сказал, «Покажи мне славу Твою». Здесь мы видим, что Господь готов поддержать весь народ ради одного святого и праведного среди этого жестоковыного народа. Поистине, как говорят в русском народе, не стоит город без святого и село без праведного. И в окончании этой главы мы находим следующие слова. «И сказал Господь Моисею, «Я проведу пред Тобою всю славу мою и провозглашу имя Иегова пред Тобою, и кого помиловать – помилую, кого пожалеть – пожалею». В Синодальной Библии стоит имя Иегова, но это неправильная транслитерация имени Божия, которая была принята в XIX веке, когда и делался этот православный перевод Библии. Сейчас признают почти все библеисты, гебраисты, что более правильная форма произношения этого имени не Иегова, а Яхве. Итак, Господь говорил, «Кого помиловать – помилую, кого пожалеть – пожалею». И потом сказал Он, «Лица моего не можно тебе увидеть». Моисей называется Боговидес. Но Господь говорит ему, «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых». И сказал Господь, «Вот место у Меня, встань на этой скале, когда же будет проходить слава Моя. Я поставлю тебя в расселение скалы и покрою тебя рукой Моею, доколе не пройду, и когда сниму руку Мою, ты увидишь Меня сзади». Имеется в виду, «Он увидит послед Господу величие, славы, присутствие Его». «А лицо Мое не будет видимо тебе». Вот этими словами оканчивается 33 глава. «Человек действительно не может видеть Бога, ибо сказано, чистые сердцем Бога узрят». Моисей сам не мог очистить свое сердце. Никто из ветхозаветных праведных не могли очистить свое сердце. Каким бы ни был бы искусным хирург, он не может делать операцию на свое собственное сердце. Источник очищения наших сердец – это Господь наш Иисус Христос. Как и сказано в Писании, «Ибо закон дан через Моисея, а благодать и истина через Господа нашего Иисуса Христа». И Моисей нуждался в спасении во Христе и со Христом, и поистине успокоился только в нем и только с ним. Но как же Моисей увидит последствия славы Божьей? Как это произойдет? Как рука Божья прикроет его от возможной гибели? Об этом мы будем говорить далее. Если будем живы, Господь позволит. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах и новых передачах на нашем сайте. Спасибо всех, Господь! Продолжение следует...